Репортаж 2 Слышите? Эта птица-секретарь кричит. Скорее устанавливайте микрофон вон в те кусты. А я подготовлю аппаратуру, да поторопитесь же. Зачем торопиться? Мы пришли слишком рано. Видите, пока их только семеро. А в прошлый раз вся поляна была заполнена и зверями, и рыбами, и птицами. Послушайте, нельзя же быть таким невнимательным. В прошлый раз было что? Ну что? Общее собрание всех животных. А сегодня что? Ну что? Сегодня начинает работу выбранный на этом собрании Коап, Комитет охраны авторских прав природы. Председатель кошелот, пять членов, сова, гепард, стрекоза, рак и человек. И секретарь, птица-секретарь, все не на месте, а вы говорите рано. Постойте, постойте. А где же человек? В самом деле его нет. Седьмой почему-то дельфин. Но он ведь как будто не член комитета. Смотрите, кошелот поднимается, сейчас начнет говорить. Что это он так странно дергается? Сейчас узнаем. Включайте микрофон быстрее. Итак, наш комитет, комитет, извините, собрался. Простите, что с вами? Рак, дайте ему воды. Уже давал. Да, уже пил. Итак, наш комитет. Нечего смеяться. Позор-то какой на первом заседании. Позвольте, позвольте. А где человек? Почему мы без него начинаем? Семеро одного не ждут. Итак, наш комитет. Послушайте, кошелот. Возьмите себя в руки. Простите, в плешни. В ласты, в ласты, дорогой Рак, у него ласты. А дельфина-то зачем он с собой привел? Он не член комитета. Это мой заместитель по научной части. Давайте подождем человека. Неудобно все-таки. А вот как раз он и идет. Здравствуйте, друзья. Простите, меня задержали на почте. Зато я принес первое письмо в коап. Ой, как прелестно. А что так? Весьма забавно. Итак, наш комитет. Че? Извините. Что это с вами, кошелот? Ты лучше спроси, если председатель будет икать, как же он будет вести собрание? Пусть сегодня человек председательствует. Конечно. Правильно. Не делите время. Правильно. Начинайте. Позвольте, произнесенное вами считать за согласие. Да. Конечно. Начинайте. 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 Хорошо, друзья, я согласен. Итак, начнем. Наш комитет по охране авторских прав природы собрался на свое первое заседание. Разрешите поздравить вас с этим событием. Очень хорошо, что вы сегодня наконец-то. У нас еще мало опыта, и поэтому мы допустили оплошность. Какое? Так быстро. Да, друзья, да. Мы в прошлый раз не наметили плана работы первого заседания. Чем мы станем сегодня заниматься? А ведь и верно, мы же никого не пригласили. Да. Ну что ж, прочитаем первое письмо в Коап, обсудим его и разойдемся. Боюсь, что так и придется сделать. Да как не пригласили. А дельфин? Дельфин. Какой дельфин? Где? Заместитель по научной части. Так ведь это же отлично, друзья. Молодец, Кошелот, молодец. Дельфин замечательное животное. Только молодой. Легкомысленный уж больно. Он опять кувыркает с возей. Играет. Солидности не на грошу. Простите, Рак, а разве мы изучаем только солидных? Ах, как он мне нравится, этот дельфин. Друзья, давайте позовем его. Давай, дельфин, дельфин. Дельфин. Ну и молодежь, ни стыда, ни совести, свистит, словно в лесу. Да это его гидролокатор работает. Ах, как меродично. Вы меня звали? Чем могу служить? Мы будем вас рассматривать. А, я к этому привык, пожалуйста. Последнее время, знаете ли, все обо мне только и говорят. Мне приходится выступать во многих странах, и везде потрясающий успех. Так что прошу вас рассматривать, не стесняйтесь. Между прочим, я научился подражать человеческой речи. С моими способностями это мне ничего не стоило. Нашел, чем хвастать. Здесь все умеют говорить. Здесь, может быть, да. Но вот вы попробуйте там. Мои беседы с американским ученым Джоном Лили записаны на пленку и транслировались по радио. Меня снимали в кино и для телевидения. Дорогой дельфин, вы от скромности не умрете. Вы правы, дорогой гепард. Вы правы. Зачем умирать, когда жизнь так прекрасна? Скоро меня наградят медалью за спасение утопающих. Мои предки спасали тонущих людей, а в особенности детей. Да и я от них не отстаю. Ах, какой вы душка. Мы просто герои. Перестаньте, стрекоза. Вот загнул. Двумя клешнями не разогнешь. И самое удивительное, что все это чистая правда. Может и правда. Да бахвалится-то ни к чему. Разбаловали вот таких вниманием, а ведь к хорошему это не приведет. Ну, что же этого меня не рассматриваете? Нет, нет, мы уже начнем с письма. Ведь это первое письмо в Коап. Вероятно, что-нибудь чрезвычайно интересное. Читайте письмо. Сейчас, друзья, не волнуйтесь. Минуточку. Так. Ага. Его прислал Андрей Сверчков. Он живет в Одессе. В одной книге я прочел об электрических рыбах. У них в теле есть настоящая электрическая батарея. Если кто-нибудь дотрагивается до рыбы, его сильно ударяет током и даже может убить. Вопрос об электрических рыбах необычайно интересный и важный. Мало у вас электрического, что ли? Да ведь дело не в том, уважаемая сова, чтобы сделать прибор, который ударял бы током. С этим и обычный конденсатор справится, если его зарядить. А вот создать такой же небольшой и экономичный источник электроэнергии, как у электрических рыб, это очень заманчиво. Я предлагаю пригласить электрических рыб на следующее заседание Коа. Ах, эти удары током! Они вызывают такие необыкновенные ощущения, вы себе не представляете. А вы что говорите? А я думала, что это ужасно больно. Ну, это заблуждение. Мой знакомый профессор, Джон Лилли, выживил в мой мозг электрод. Когда на электрод подают ток, я испытываю невыразимые блаженства. Сейчас все дельфины на этом просто помешались. И знаете, я научился включать свой электрод за один урок, а обезьяне понадобилось 12 уроков. Значит, она в 12 раз глупее меня. И такое тупоголовое создание считалось самым умным животным после человека. Каково? Послушайте, дорогой наш человек, неужели и это правда? Представьте себе, правда. Дельфин необычайно одаренный юноша, но слава вскружила ему голову. Ну, довольно хвастаться, давайте работать. Увы, мне гораздо приятнее мчаться перед вашими кораблями. Вы знаете, я их шутя обгоняю. Знаю, знаю, вот об этом-то я и хотел поговорить. Вы сами-то задумывались над тем, почему вам так легко дается скорость? А зачем мне задумываться? Просто смешно наблюдать, как ваши суденушки ползут, словно морские черепахи. А мы вот задумывались. Так вот, послушайте, это очень интересно. Вода почти в 800 раз плотнее воздуха. И уж если воздух сопротивляется движению тела, то вода и подавна. Но сопротивление это зависит от того, какой поток воды у поверхности тела. Если поток плавный, то сопротивление меньше. А если у поверхности тела образуются завихрения, водовороты, то сопротивление резко возрастает. На эти завихрения наши корабли тратят львиную долю своей мощности. Мы сделали макет дельфина, в точности повторив его форму. Но этот макет двигался в 10 раз медленнее. Секрет оказался в коже дельфина. Как только начинает образовываться завихрение воды, кожа изгибается так, что завихрения исчезают. По коже, которая все время в движении, словно пробегают волны. Они полностью гасят вредные завихрения воды. Представляете, тело дельфина почти не испытывает сопротивления воды. Да, с моей кожей жить можно. Смотрите, как играют его мускули. Простите, а почему же тогда корабли не одевают такой кожей? Потому что до конца устройство кожи дельфина нам еще не ясно. Мы пробовали одеть судно мягкой обшивкой из нескольких слоев резины. Конструкция обшивки напоминала кожу дельфина. Сопротивление воды уменьшилось вдвое, но до дельфина такому судну еще далеко. Нужно еще научиться этой кожей управлять, чтобы она в нужных местах изгибалась. Чтобы создать такую обшивку, надо детально изучить кожу дельфина. Подумать только, такой шалопай, а сколько ему внимания. А еще нас очень интересует устройство вашего гидролокатора, уважаемый дельфин. Да? Что вы говорите? Но ведь у вас есть свои и такие огромные. В этом-то вся и беда, что огромные. Видели, какие излучатели ставим мы под днищи корабля? Тяжелые, громоздкие, да вдобавок еще не тормозят судно, несмотря на обтекатели. Да если бы все только этим ограничивалось, а то ведь и на самом судне стоит сложная электронная аппаратура. Представляете, сколько это хозяйство пожирает энергии. А результат? Мы с помощью своего гидролокатора можем лишь указать, далеко ли находится предмет, большой он или маленький. А что за предмет, не знаем. Мы его не видим. Да, по правде говоря, я уже устал демонстрировать свой гидролокатор. Но для вас. Кошелот. Замутите-ка воду. Еще немножко. Отлично. Хватит. Так, завяжите мне глаза. Крепче. Нет, еще крепче. А теперь хорошо. Теперь пошлите стрекозу, пусть тихонько опустит что-нибудь в воду. Ну, метров за пятьдесят. Вот так. Ага. Это ракушка. Она пустая. Стрекоза ее опустила возле лодки. Верно? Верно. 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 Вот бы нам такой гидролокатор. Похоже, что вы не слышите, а видите свои ультразвуки, дорогой дельфин. Как же у вас все это устроено? Да ну, ничего особенного. Видите, у меня на макушке есть ноздря. Это дыхало. Посмотрите, какие у дыхало мускулы. Я могу ими управлять, как хочу, сжимать или расширять отверстия. А вокруг дыхало, под черепом, у меня целая система воздушных мешков. Между ними тонкие стенки. Если захочу, я могу сжать один мешок, и воздух тогда окажется в соседнем. Стенка между мешками при этом колеблется и вибрирует. Вот и получается ультразвук. Я могу излучать звук и ультразвук на самых различных частотах. До двухсот тысяч колебаний в секунду. Да. Здорово, а? А как вы собираете ультразвук в узкий пучок? В черепе, позади воздушных мешков, у меня есть вертикальная кость. Это рефлектор. Он словно зеркало в прожекторе направляет звук вперед. А впереди, на лбу, у меня подушка с жиром. Я могу ее сжимать или растягивать. Это акустическая линза. Пройдя через нее, звук собирается в очень узкий пучок. Поэтому я и различаю очень мелкие предметы, и точно определяю, где они находятся. Совсем как волшебный фонарь. Не правда ли? Все это мы изучим и со временем создадим. Но вот что меня занимает. Ведь звук в море отражается не только от предмета, который надо обнаружить, но и от поверхности моря, и от пузырьков воздуха. Такое многократное эхо наши ученые называют реверберацией. Она сильно мешает работе наших гидроакустических приборов. А вот вы, дельфин, вы даже в мутной воде, даже ночью, без помощи зрения, ориентируетесь так, словно звуковых помех не существует. Да, да. Впрочем, признайтесь, вы и сами-то, наверное, не очень хорошо понимаете, как это у вас получается. Охотно признаюсь. Надо пользоваться благами жизни, не задумываясь, откуда они берутся. Вот мораль. Ну и мораль. Послать бы его к нам на Енисей поработать. Да вы с ума сошли, такого гениального юношу на Енисей, да ведь его же ждет блестящее будущее, океанские просторы. Браво, браво, наш председатель от возмущения даже перестал икать. Браво. Смотрите, явление третье, те же и собака. Что случилось, собака? Глядите-ка, она принесла письма. О, письма. Читайте, да. Читайте, читайте скорее. Да, а как же дельфин? А как же прекрасный дельфин? Да, 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 друзья, а как же прекрасный я? Надоел ты нам, братец, своим хвостовством. То есть, увы, такова судьба истинного гения. Кто будет читать? Разрешите мне, пожалуйста, дорогой гепард, пожалуйста, разрешите мне. Читайте письма, ну читайте. Так, вот письмо Сереже Гребенщикова со станции «Правда». Это где-то под Москвой. Да, письмо короткое. Дорогая редакция, я прошу вас принять мое заявление. Сделайте такой вездеход, как майский жук. Этот жук ползает по деревьям, как и гусеница. Летает так же, как и самолет. Ну что ж, по-моему, очень дельное предложение. Я летаю лучше. Зато у жука, уважаемая стрекоза, крылья могут складываться и закрываются прочными крышками. На одном из заседаний Коапа мы обязательно обсудим вопрос о вездеходах по живым образцам. А сколько лет, Сережа? В каком он классе? Да, об этом он не пишет. Второе письмо потолще. Сова, прочитайте, пожалуйста, вы. Сейчас. Где мои темные очки? Ну, вот они. Извините, я днем плохо вижу. Это пишет Валерий Губарев из города Узловая Тульской области. Здравствуйте, уважаемый Коап. Дослушав последние слова вашей передачи, я стал думать. И вот что я придумал. Как всем нам известно, рыба-скат испускает электрический разряд. Так вот, если бы... Простите, Сова, что, еще одно письмо об электрических рыбах. Поскольку мы решили рассматривать электрических рыб на следующем заседании, то на нем мы и зачитаем письмо Валерия. О чем еще он пишет? О меч рыбе. Все рыбы, да рыбы, когда же будут насекомые. Стрекоза, вам мало майского жука-вездехода? Меч рыба в последнее время очень заинтересовала биоников. Птица-секретарь. Коп, коп. Запишите, пожалуйста, вызвать на второе заседание меч рыбу. О, я бы не советовал. Она может нас всех проткнуть. Даже вас, повелитель океанов. Ну, всякое бывает, знаете ли. Друзья, друзья, у нас осталось очень мало времени. Разрешите, я познакомлю вас с третьим письмом. Автор Алексей Жуков из Москвы, ученик пятого класса. Так, уважаемый Коап, я слушал вашу передачу и решил послать вам свои наблюдения, а также наблюдения моих друзей и советских ученых, о которых я слышал. Так. У-у-у. Послушайте, это же великолепное письмо. Здесь и про лягушку. На земле она дышит легкими, а под водой кожей. Ведь у нее нет жабр. А, здесь, здесь и о вас, стрекоза. Да? Да, да, да. За много лет до вертолета стрекоза могла просто висеть в воздухе. О, как это приятно слышать. Ну, простите, а обо мне там ничего нет? То есть, как это нет, уважаемый Кошелот? О вас я сейчас прочту. Так. Вот, например, Кошелот. Его организм приспособлен к нормальному давлению, так как он дышит атмосферным воздухом. Но в погоне за кальмарами, да, он ныряет на многие километры вглубь и выдерживает страшное давление. Ну, на многие, я не знаю, но на километр, даже несколько больше, это факт. Что скажете, Кошелот? Я чемпион по нырянию в тяжелом весе. Тогда у меня с Лешей есть к вам три вопроса. Во-первых, на такой глубине, на каждый квадратный метр вашего тела давит тысяча тонн воды. Каким же образом это чудовищное давление не расплющивает вас в лепешку? Во-вторых, вы, как и все млекопитающие, дышите воздухом. Однако, сделав один вдох, вы можете пробыть под водой, ну, точно не помню, но что-то очень долго. Два часа с вашего разрешения. Да-да-да, два часа. А как же вам хватает запаса воздуха на все это время? Непостижимо. Конечно, легкие у вас большие, но ведь и тело огромное, кислорода нужно много. Наконец, в-третьих, вы выныриваете с километровой глубины сразу, без остановок, и живо-здорово не заболеваете страшной кессонной болезнью. Как это вам удается? У меня есть специальные устройства. Если хотите знать, я даже выпускаю перед тем, как нырнуть излишек воздуха. Видели мои фонтаны? Да-да-да. Ну, это частичный выдох. А кроме того, у меня на кровеносных сосудах есть кольцевые мышцы. Они запирают все сосуды перед нырянием. Ага, словно краны, да? Да-да, вот именно. Легкие снабжают кислородом только мозг и сердце. Ну, а как же остальные ткани? На голодном кислородном пайке живут за счет собственных запасов кислорода. И сердце под водой у меня бьется вдвое реже. Тоже экономия кислорода. А кессонной болезни у меня не бывает, потому что я не дышу под водой. Я делаю вдох на поверхности при атмосферном давлении. А ведь наши водолазы и аквалангисты дышат на глубине под большим давлением, и поэтому в их крови растворяется много азота. А если их быстро поднять, то азот начинает бурно выделяться пузырьками, точь-в-точь, как в лимонаде, когда его открывают. Но как же вас не расплющивает? Вода не может расплющивать воду. То есть как? Простите, не понимаю. А мое тело, как и ваше, на 90% состоит из воды, а жидкость не сжимается. Это-то понятно, но ведь в легких-то у вас воздух. Как же остается целая грудная клетка? Она у меня гибкая, не то что у вас. При погружении мои ребра стискивают легкие, сжимают их, пока давление воздуха в легких не станет равным наружному давлению воды. Вот и вся премудрость. О, занятно. Но, к сожалению, нам не подходит. У человека грудная клетка не такая эластичная. Ее попросту раздавят. Нет уж, мы лучше будем учиться у рыб. Фу, искусственные жабры? Вот именно, кошелот, искусственные жабры. Легкие выключаются, включается крохотный аппарат, который и дает крови кислород. Любая глубина обеспечена. Ну, это дело ваше. О, сколько времени! Пора заканчивать. Ну, раз вы не сумели открыть первое заседание, дорогой кошелот, то хоть, по крайней мере, закройте его. Благодарю. Объявляю первое заседание Коапа закрытым. Итак, электрические рыбы будут давать разряды, как бы это ни сказалось на нашей передаче. Послушайте, а как устроена защита от электрических помех у этих рыб, как их, у мармирусов? Вот бы узнать! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА